МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Факт второстепенный. Во всяком случае, для героев Дакара-2012. Десятый день гонки собрал свою дань падающих звезд. Этап состоял из двух спецучастков, соединенных сотней километров асфальта. Именно здесь украинский экипаж заметил перевернутый грузовик. Дорожное полотно было метра на два выше пустыни. И грузовик слетел с трассы. Похоже, он сделал сальто. Рядом были вертолеты с медиками. Это была Татра Чеха Алишела Прайса. Пилот задремал и закончил этап в кювете с травмой спины. Его штурман потерял сознание на несколько минут. Их жизнь вне опасности, говорят врачи, но гонку придется покинуть. Еще один фаворит Дакара остался в пустыне. Первые полсотни километров катарец Насар Алятея был вне конкуренции и вдруг остановился. Я видел, он стоял, мы проезжали как раз мимо, он махнул, все окей. Мы замедлили ход около него, он махнул нам окей. Мы поняли, что медицинская помощь ему не нужна, так что останавливаться не стали. Жалко его, он два дня приходил первым. Но тут ничего не поделаешь, это гонка и мы должны ехать дальше. У катарского гонщика оборвался ремень генератора. Он потерял пять минут на замену и снова вступил в борьбу. Ремень рвется еще раз и еще. На 174-м километре чемпион Дакара 2011 выбрасывает белый флаг. Три раза одно и то же рвется ремень. Игра закончена. Пока Нассер загорал в пустыне, лидер команды и по совместительству разработчик гоночного хаммара катарца на такой же точной машине финишировал первым. Я слышал, что он выбрал. Похоже, у него оборвался ремень генератора. И по факту, если он не может победить, пусть едет домой. Чувствуете ли вы хоть какое-то сожаление? По поводу того, что он оборвал ремень, застрял в грязи, перегрел мотор в первый же день. Что сделано, то сделано. Похоже, непрочному союзу американца и катарца пришел конец. Я хочу приехать в следующий раз и победить. На хаммере? Нет. Для украинцев день тоже выдался не из легких. Вадим Нестерчук в первые же минуты после старта ушел в отрыв от соперников. Нона, любимая девушка пилота, ждала его на финише. Это наши, это они. Но финиш затянулся. На гребне гигантской дюны машина появилась незадолго перед закатом. И как только 343-я въехала на Бивуак, пилот признался, он дважды срывался в обрыв. Сегодня мы на первой половине спецучастка два раза слетели с обрыва. То есть, ну, один обрыв где-то метра полтора был, а второй обрыв где-то метра три, такой довольно высокий. Вот как это было. После двух таких мощных ударов пришлось еще и форсировать реку. Цена брода была где-то вот такой, глубины по фаре. Потому что мы даже медленно на первой передаче, еле переползая, вода переходила уже через капот. Ходовая оранжевая машина серьезно повреждена. Такова дакаровская лотерея. Рискуя на скорости, выигрываешь минуты. Или проигрываешь гонку. Но 36-е место далеко не проигрыш. Команда остается в игре и будет бороться до конца. Дакар это также и женская гонка. У класса мотоциклов Лайла Санц залишается единственной девушкой, которая продолжает ралли-рейд. Минулого года она победила в своем классе, а ныне находится на 50-й позиции загального залива. Дакар. 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 Продолжение следует...